О горе блогерах, потерявших совесть от славы имени своего, мы еще поговорим. Но вначале хочу сделать небольшое отступление, сказать о предстоящих новогодних праздниках 2024 года и беженцах арцарских. Итак, впереди новогодние праздники, собственно говоря, сам Новый год, потом рождественские дни, а для некоторых сначала Рождество, потом Новый год, а еще и Старый Новый год. В общем, если вы еще не приобрели календарь вокруг света армянского, то сделайте это. Подарите себе близким, а можете корпоративно вашей организации заказать сразу несколько. Он выходит каждый год, на каждый день, круглый год, вы будете ознакомливаться, что случилось в настоящий день в таком-то году в мире армянском. Это и история, и открытие армян, это всяко разные интересные события в истории Армении и мирового армянства. Кстати, если у кого нет на 2023 год уходящий, то можете заказать и его тоже вместе с 2024 годом. Информации абсолютно разные. Сделать это просто. Под этим самым выпуском в YouTube есть графа «Купить календарь». Заходите по ссылке, заполняйте купон и вместе с оплаченным чеком отправляйте далее по e-mail. Если вы и календарь на 2023 год хотите, то в описании напомните про это. Мол, один новый и один старый. Если только на 2024 год, то не нужно писать новый. И так будет понятно. Если вы живете не в России, то напишите на e-mail, как приобрести календарь вне России, и вам ответят, что для этого нужно. Теперь о беженцах. Недавно я проехался по их семьям, те, что в Араратской долине поселились. Разные абсолютно судьбы, некоторые из них весьма впечатлили. Например, Роберт из Арцахского Мартуни, вынужденный нынче снимать дом в селе Гетазад, родом он из Баку. Там он свои 30 лет построил дом, тогда еще молодым человеком, когда еще только женился. Но буквально через 7 лет оставил этот дом азербайджанцам и уехал в Арцах. Мартуни с семьей поселился в то время. И в том же Мартуни он построил также большой теплый дом. Ну и этот дом оставил вот уже в этом году и снова уехал. Сейчас ему 66 лет, вынужден снимать жилье в деревне. Но трудности не боится, уже приобрел там поросят, цыплят, весной садить будет чего-нибудь. Проживет. Также я встретился с мальчиком, которого в свое время я сфотографировал в Арцахе, когда там шли бои в 2020 году. Кто приобрел календарь на 2024 год, наверняка увидели в числе других фото этого мальчика с ружьем. Вот я его снова повстречал в Арташатском Марсе, но уже в числе беженцев. Он был приятно удивлен, увидев себя на календаре. Экземпляры ему передал, конечно. С другими арцахцами и их детьми тоже виделся. Кстати, хочу поблагодарить Маркара из Сан-Хосе, Калифорния. Офсепа Гопиана, Наталью Дмитриевскую из Брюсселя. Ваши деньги были переданы этим людям и благодарность вам от них в том числе. Также обращаюсь ко всем зрителям. Вы можете сделать от себя тоже какие-то подарки детям арцахским, если у вас есть такие знакомые или у общих знакомых. Не оставляйте их, скоро праздники все-таки. Или можете это сделать через блогера, которым вы доверяете. Можете через меня. Все, что и мне поступит, я тоже постараюсь успеть передать в виде подарков к Новому году или Рождеству. Даже некоторую часть из продажи тех же календарей я также передаю. Реквизиты мои под этим самым видео вы найдете. Ну что ж, перейдем к горе-блогерам теперь. Варламов. Ну, кто ж его не знает. Давно заметил, что человек этот несет такую пургу, когда бывает в разных странах, рассказывая о бытии и прочем этих самых странах. Ну, об этом может сказать любой тревел-блогер, который много проехался, в разных странах бывал. И до Варламова, и после Варламова. И можно просто с ним поспорить. Ну ладно, многие, конечно, из нас рукой махают, так как понимают, что человек хайпует. Как и многие блогеры любят похайповать. Ну, любят они это дело. Но это их дело. Я еще и другое заметил. Когда в поездках по той же России где-то хвалят мэров, а где-то выставляют на посмешище в пределах установленных правом. Опять же, это тоже можно понять. Так как блогерство это работа и нужно как-то им зарабатывать. А если нет головы и совести, то зарабатывать приходится даже вот так, нечестно. Опять же, это снова их дело. Но когда Варламов, катаясь по Армении, потом заскакивает в Азербайджан, или наоборот, и начинает хвалить Азербайджан и выставлять на его фоне Армению худо, это уже чересчур. Особенно можете сравнить, например, с другими блогерами, которые чуть ли не каждый день заливают на YouTube видео из Армении. Практически каждый второй хвалит эту страну, ее жители, ее историю и так далее. Но дело не в этом. Я не о том, что Варламов не хвалил. Дело в другом. Если бы Варламов не хвалил, это бы одно. Это его взгляд на вещи, и я бы даже на это не обратил внимания. Причем Варламов это делает тот человек, я имею в виду самого Варламова, который, по его же словам, не хочет находиться в авторитарной России. Но в то же время в диктаторский Азербайджан ездит с огромным удовольствием и даже хвалит. Да это тоже черт с ним, в принципе. Была бы нефть, ума не надо, как говорится. Но зачем в историю-то лезть, если это твой слабый конек? Варламов решил рассказать об истории каждой бывшей Советской Республики. И, знаете, древнейшую из всех бывших Советских Республик Армению он представил с начала 20 века. Древнейшую. Каждый из вас, кто смотрит сейчас это видео, может просто сверить и посмотреть, какая из бывших 15 республик впервые вообще появилась на карте мира в качестве государства. И вы увидите, это была Армения. Можете обратиться в нейтральные источники и сами же увидите. Так вот, Варламов представил Армению с начала 20 века. Зато Азербайджан, внимание, описал так, словно сам Геродот ему текст отписал. И опять же, не это меня возмутило даже, а его рассказ о 26 бакинских комиссарах. Рассказывая о них, Варламов даже не удосужился обратиться в источники. Русские, английские, немецкие, любые нейтральные. Ему даже пересказать, что ему азербайджанцы поведали там в Баку, особо не составляло труда. То есть, для того, чтобы хотя бы проверить в источниках, ну вот тебе рассказали, ну ты хотя бы проверь. Нет, он просто пересказал то, что ему сказали там азербайджанцы. А именно, что Степан Шаумян вместе с другими комиссарами-армянами устроили геноцид азербайджанцев. То есть, Варламов не только не обратился к источникам. Его даже не смутило то, что если 26 бакинских комиссаров были армянскими националистами, то почему во многих городах СССР, в честь них, даже в некоторых городах из вот этих 15 республик, да и в самой России, до сих пор названы улицы и проспекты в честь 26 бакинских комиссаров. А в советские годы так и метро называли. Например, метро в Тбилиси было такое. Или даже метро в Баку, 26 бакинских комиссаров. Мемориал в их честь в Баку находился. Каждая азербайджанская семья, и не только азербайджанская, каждая бакинская семья, независимо от национальности, считали своим долгом после ЗАГСа заехать к этому мемориалу, сфотографироваться и поехать за стол. Я думаю, в каждой, наверное, третьей, если не второй, то третьей семье сейчас найдутся такие фотографии свадебные из Баку, сделанные у мемориала 26 бакинских комиссаров. Этот мемориал, кстати говоря, снесли в 2009 году. А плакаты в самом Баку, газеты в их честь в бакинском рабочем, например. Картины, в том числе и у Иосифа Бродского, где расстреливают враги пролетариата комиссаров. В Москве, в родном городе Варламова, недалеко от Рудуэн, целый брельеф им установлен. Причем азербайджанским скульптором, ни в кем-нибудь. Там изображены Шаумян, Азизбеков, Фиолетов, Джапаридзе. Варламову не пришло в голову, что азербайджанцы его надули? Ведь там только Шаумян армянин, а как же азербайджанцы Азизбеков? Он что, сам своих что ли геноцидил? А русский Фиолетов, а грузин Джапаридзе, а грек Метакса, из тех же все 26-ти. Всегда и во все времена эти 26 называли интернационалистами. Так было всегда. Я далек от большевизма и мне нет резона защищать большевиков. Но факт остается фактом. И почему Варламов не спросят, как Азизбеков и Визиров из тех же 26 азербайджанцы по национальности имеют до сих пор улицы в их честь в Азербайджане, уже в современном Азербайджане. Но при этом Шаумян почему-то злодей в том же Азербайджане. Много какие вопросы должен был раскрыть Варламов, прежде чем свой зуд выдавать. А получилось так, что в России он стал иноагентом. Дела пошли плохие. Так как когда начались боевые действия с Украиной, Варламов летел в Европу. Но их самолет пригнали назад. Пришлось отправиться уж хоть куда-нибудь. Тогда он выбрал на первый момент Турцию. И теперь Турция и Азербайджан служат для него хабами в перерыве между перелетами то в один конец света, то в другой. Ты, Варламов, выслуживайся. Это, в принципе, для блогеров твоего уровня, наверное, нормально. Все-таки отсюда лететь до Самоа это ой какие большие деньги. Сам по себе знаю. Но мне, слава богу, моя голова помогает. Я пишу книги, сдаю календари и на эти деньги езжу. А чем ты можешь похвастать? Разве что тем, что ты выслуживаешься перед теми же автократами, перед теми же диктаторами или их приспешниками, их фондами. Но врать-то не нужно. Ладно, если бы врал о самуанцах. Они все равно твои программы не видят, по-русски не понимают. Но мы-то все в одном постсоветском пространстве находимся и долгое время находились. И даже мы думаем, насквозь можем отличить лебезящего икрожора от простого блогера. Вот как-то так.